Я делал доклад по теме управления инцидентами по информационной безопасности. Мы перестраиваем систему управления инцидентами по информационной безопасности в нашем банке, поэтому мне эта тема наиболее интересна. Для любых организаций она актуальна по той простой причине, что практически любая организация сталкивается с инцидентами по информационной безопасности и несет какие-то потери от всего этого. Поэтому я выступил с такого рода докладом и осветил практические моменты построения системы управления инцидентами по информационной безопасности и моменты, связанные с использованием стандарта. Есть специализированный стандарт 18.0.44 по управлению инцидентами. Вот осветил некоторые аспекты использования этого стандарта при построении системы. Скажу сразу, не все были согласны с моей позицией по поводу разделения инцидентов на так называемые нарушения и непосредственные инциденты, которые несут ущерб организации. Понятно, что есть просто нарушение, я не знаю, сотрудник наклеил пароль на монитор, это просто нарушение. Риск не реализуется в 90% случаев. Вполне возможно, что через, используя этот пароль, сосед в злому мысли провел какие-то несанкционированные действия, и мы получили инцидент. Я, как бы, в своем докладе разделял все два этих понятия и, соответственно, разделял реагирование на той и другой тип событий. Это вызвало некоторые, по-моему, непонимания, но и возражения у ряда тех присутствующих. Ну, я думаю, что мне удалось отстоять свою позицию. Нет, умысел, который именно инциденты, которые являются следствием умысла, случаются все-таки в любой организации достаточно редко. Большинство это две причины, наверное, неосведомленность и халатность. То есть иногда человек просто не знает о каких-то требованиях по информационной безопасности и допускает их нарушение. Либо сотрудник знает, в принципе, о них, но считает, что, в общем, это вторично. Главное – это исполнение своих должностных обязанностей, а некая там информационная безопасность со своими требованиями – это не так важно, и этим можно вполне пожертвовать. В пользу, удобство, как бы, или по каким-то другим причинам. Я достаточно много участвую в различного рода конференциях. К сожалению, находясь в Питере, мне сложно постоянно мотаться в Москву, поэтому я, в общем, приглашений у меня достаточно много, но я, в общем, выборочно участвую в конференциях. Но вот в конференции InfoSecurity я участвую практически регулярно. Мне нравится формат, нравится состав участников, представителей, интеграторов, разработчиков, поэтому стараюсь участвовать в этой конференции регулярно. Да, ну, опять-таки, по нашим оценкам, это одна из ведущих выставок сейчас в России по информационной безопасности. Как я уже сказал, мы в ней регулярно участвуем, я думаю, что будем участвовать. Наверное, там 3-4 события в году, которые там сопоставимы по масштабу. Поэтому полезное мероприятие, я рад, что в этот раз мне удалось в нем поучаствовать. Единственное, я, честно говоря, хотел два дня присутствовать на конференции, но не получилось. По рабочим причинам. Да, у меня достаточно много встреч запланировано, потому что я в Москве бываю не так часто. Все-таки основной контингент поступщиков сосредоточен в Москве. Поэтому у меня запланировано несколько встреч. Возможно, я посмотрю еще так, именно какие-то стенды, которые меня заинтересуют. Единственное, ну так, с большинством представленных этих фирм я в той или иной мере знакомый. Уже в течение года мы с ними взаимодействовали. Ну, может быть, что-то новенькое и увижу.